Уважаемые любители моих фотографических экспериментов, сегодня у нас экспериментальное животное, редчайшее в наших пенатах. Сегодня у нас проверяется фотокамера Фаза-Ван с матрицей в 150 мегапикселей, которая является, ну, с моей точки зрения, одним из лучших произведений искусства изготовления фотоаппаратов. Это действительно искусство, потому что 150 мегапикселей в таких камерах, носимых, скажем так, в общем-то в мире не выпускается. Эта замечательная камера снабжена, у меня два объектива для тестирования фирмы Schneider. Schneider сделал 120 макрообъектив, который сейчас стоит у меня непосредственно на камере. И еще в распоряжении есть такой же объектив в 35 мм. Вот этой камерой мы попробуем поснимать. Это особенно интересно, поскольку здесь находится и уникальный софт, и уникальная обработка изображения. Как известно, фирма Фаза-Ван, она, в общем-то, специализировалась долгое время именно на фотографическом софте. Это очень познавательно. Ну и разрешение, убеждающее в том, что камера достигла высокого... камера произведена с высоким совершенством. То есть попробуем узнать, что она из себя представляет. Ну и в качестве объекта сравнения не менее чудесная камера, тоже находящаяся у меня в руках. Это Хасельблат X2D 100 мегапиксельный. В данном случае камера уже известная. Я ее тестировал, сравнивал с другими камерами. Ну и здесь 100 мегапикселей. Конечно, матрица поменьше сама по себе и разрешение поменьше. Но, тем не менее, нас интересуют, в первую очередь, не технические характеристики, которые занимаются некоторые бумагоморатели, а то, как передает окружающий мир эти обе камеры. Это нужно для того, в конце концов, чтобы передать настроение художника или любителя. Поэтому посмотрим, что у нас из этого всего получится. Как в лесу, так и на антропогенном ландшафте. Ну вот, уважаемые любители моих фотографических опытов, я провел некоторые испытания вот этих трех камер. Это у нас фаза ВАН 150 мегапикселей, это Хасельблат 100 мегапиксельный, а это обычная Leica M11. Понятно, что матрицы у них у всех разные. Если фаза ВАН, это 53,4 миллиметра на 40, то есть то, что некоторые маньяки-каббалисты, по-другому их назвать не могу, называют настоящим, полуформатным размером матрицы. Значит, здесь, конечно, у Хасельблада поменьше, 44 там на 30, и у Шулейки 24 на 36 вообще, так сказать, ниже всех. Вот таких три матрицы, три камеры. Естественно, что фазы ВАН, как бы, они выглядят очень солидно, весят несуразно много, несколько килограмм. Ну и посмотрим на результаты, которые я вам обещал в начале ролика. Что же мы видим? Ну вот, начнем с простого, с одиночного дерева. Одиночные деревья все любят снимать, они так символичны, и кадр строить не надо. Поэтому я и занялся тем же самым. То есть, пожалуйста, вот вам одно дерево, другое, картинка почти одинаковая. А вот сравнение маленького кусочка заднего плана. Видите, что получается? У нас кадр в целом, я никак не вмешивался в процесс автоматической обработки. фазы ВАН немножко посветлее. Но зато очевидно, особенно если посмотреть на передний план травы, то у нас начинаются проигрыши по цвету, по сравнению с хасибладом 100-мегапиксельным. То есть, не все равномерно работает. Ну вот, засохшие листья на дереве. Та же самая проблема, связанная с тем, что у нас немножко поменьше на фазу ВАН-градацию. Ну, иногда говорят, что, ну, это наверняка связано с очень высоким разрешением. Все-таки 150-мегапиксельные матрицы, как же, как же. Но вот по картинке, по цветопередаче, что-то мне это смутно напоминает матрицу старую, которую ставили на Nikon 800. Была такая камера, выпущена больше 10 лет назад, и с очень неплохой матрицей для того времени, конечно. Что, собственно говоря, и вызывает некоторые соображения насчет разработчика и происхождения матрицы, поставленной в камеру фазу ВАН. Интересно посмотреть, как эта штука работает и на сочетании веток, березок, то есть такой сложной достаточно композиции. Вот она сейчас вам и представлена. Это стоит одинокая березка с боковым правым светом, ну, и там всякие веточки вокруг. Обратите внимание, что почему-то на камере фазы ВАН проработка веток не очень, а вот на Хасельбладе очень хорошо проработана. Вообще картинка, несмотря на то, что солнце было под заблаками, достаточно снимки в одинаковых условиях сделаны, такое впечатление, что сделанная этой камерой большой и мощный снимок, он, собственно говоря, несколько менее, скажем так, контрастный. То есть в нем меньше прорабатываются детали и микроконтраст, ну, очевидно, снижен. Ну, чем по сравнению с современными матрицами отличается старый Nikon 800. Ну вот, таким образом снимок выглядит повелее, а вот светлые ветки, которые хорошо освещены солнцем и прочерчены на снимке, сделанных Хасельбладом, здесь как-то выглядят не очень детально. Ну вот, ну, еще посмотрим, естественно, в таких камерах очень важно, особенно вообще цифровые камеры, это плохо к этому относится, это съемка против света. Против света, да, действительно, не очень хорошо получается. Комель, дерево, то есть нижняя часть, ну, что получается? Получается так, что против света у нас возникают проблемы с цветопередачей, то есть у камеры фазы ван монотонный цвет, там нету цветовых градаций, то есть, иначе говоря, контраст цветовых развлечений, оттенков намного ниже, чем у Хасельблада X2D. Естественно, здесь уже никаким гигантским размером матрицы сравнить, так сказать, списать на это не получится. Ну, дальше смотрим следующий снимок, уже такой антропогенный. Я, естественно, доехал до Александрова, там есть излюбленное место с площадкой, никто не мешает, посетители тихо жуют какие-то блины с медом и, в общем, затихают. Вот в этом месте, на противоположной стороне от монастыря, очень хорошо тестировать камеры. Я его люблю именно из-за этого. Во-первых, бешеный контраст, белая, тёмная, там, коричневая вода, которая должна работать. Ну, и снимаем. Примерно с одинаковым увеличением мы разглядываем картинку. Что же видно? Значит, Хасельблад даёт практическую норму, привычную картинку, достаточно точную. А вот фазы ван почему-то, ну, никак. Вот, посмотрите на воду. Вода как-то никак не передаётся. То есть она такая почему-то с желтоватым оттенком появляется. И всё остальное вообще в такой мягкой, подёрнуто, как бы, желтоватой дымкой. И этот тон, конечно, объединяет снимок. Но это художественная задача. А у нас пока, таска, чисто простая сравнить камеры. То есть явно снимок не очень удался, несмотря на идентичные условия. И в данном случае Хасельблад, конечно, выигрывает. Ну, естественно, раз уж я подоехал до Александрова, не зайти в магазин. Там есть такой весёлый магазин, который держит армяне, значит, в котором такой поросёнок почему-то с моноклем, с усами. И вместо копыт у него такие четырёхпалые страшные лапы. Симпатичный поросёнок, хотя не похож ни на себя. Но зато мясо там у них бывает очень хорошее. Я регулярно, так сказать, пользуюсь этим местом. Ну и, естественно, Сергиево заводь, струшиным, который производит сыры. Я не заехать не мог, сыр, кончаются, имеют дурную привычку. Ну и там есть такое местечко, с хорошим расстоянием, как раз объективами по длине. Удобно снимать такой избушечка. И вот что оказалось, что светопередачей, фазы ванн, что-то там не то. То есть опять матрица как-то странно себя ведёт. И не очень точно. Вот увеличенный фрагмент трубы этого здания в виде такого чайника с ручкой, он как раз хорошо показывает, что и задний фон, то есть деревья, которые за этим чайником, переданы по цвету немножко странновато. Да и сам чайник, он чересчур жёлтый стал, как будто там желейстую воду. Не столько кипятили, сколько ей поливали. Ну и по этой причине, конечно, хочется решить проблему. А что, собственно говоря, у нас и с разрешением, и с цветопередачей. Но для этого я сделал несколько снимков своих любимых мир. Тех самых, которые вызывают буйное раздражение у убогих западных тестировщиков, ну и у многих создателей в оптике. Потому что если с их помощью тестировать их новодельные объективы, то в большинстве случаев покупать их никто не будет в трезвом уме и ясной памяти. Так вот, я сравнивал на мирах объективы. Значит, здесь у нас 80 миллиметров, я имею ввиду Хасельблат с начальной диафрагмой 1,9, а здесь у нас 120 миллиметров макро с начальной диафрагмой 4. То есть, сами понимаете, здесь объектив-то, к тому же, разработанный, как написано гордо на объективе, Шнайдер. Это Шнайдеровские объективы. А мы знаем эти блестящие объективы для форматных камер, которыми я пользуюсь до сих пор и не могу нахвалиться. Однако здесь мы получили какие-то странные вещи. Я сделал снимки на диафрагме 5,6 и на 11. Посмотрите сами на результат. Как на сами миры, так и на их сравнительную пару. Как ни странно, при равных размерах заделанного при съемке участка матрицы, то есть я добился того, чтобы у меня на матрицу проецировались одинаковые по размеру миры и по сравнению с Хасельбладом. Хасельблад и фазы ВАН оказалось, что даже на макрообъективе Шнайдеровском фазы ВАН дает ниже разрешение, чем Хасельблад. Учтите размеры матрицы. В одном случае мы имеем дело 44 на 30, а в другом 53,4 на 40 миллиметров. То есть оказалось, что объективы неважно как-то работают. То есть здесь нельзя меня заподозрить в криворукости, поскольку я снимал с тяжелого верхнего пятого штатива ГИЦа с стабилизированной, гидростабилизированной головой Манфрота, специально приспособленного для тяжелых камер и видео, и фото. Ничего не получилось. Ну и по этой причине я, засомневавшись в том, что я вижу, решил сличить работу фазы ВАН с обычной лейкой М11. Ну, подобрав соответствующие объективы, благо у меня они есть, я сравнил сначала свою любимую Калину. Как раз варенье Калиновое я сейчас широко использую, поскольку это мое любимое. Оно пахнет, так сказать, не очень, но это все зависит от профессиональных привязанностей к неким запахам. Ну вот, я пью как раз чай с Калиновым вареньем, а вот Калину-то я снимал, оставив несколько веток для птичек. Посмотрите на том, что получилось. Вы видите светлость, платой в плохой передаче зеленого, что вообще желто-зеленого странно для цифровых камер, они все-таки, матрицы у них как раз в этом диапазоне работают лучше всего. По сравнению с лейкой. Лейка передала точно, а здесь разница-то здесь почти в три раза по количеству мегапикселей. Как ни странно. Ну а на мире дело оказалось еще хуже. Мира, я специально здесь привожу квадратики 24 на 36 и квадратик от фазы ВАН 53 миллиметра на 40. Видите, какие маленькие кусочки я использую, то есть размеры несопоставимой. Тем не менее, вот эта 11-я лейка дает фору вот этому замечательному фотоаппарату. Так что, посмотрев на две миры сравнения, оценив все достоинства и недостатки этой камеры, могу твердо сказать. Что мы здесь видим? Мы видим оптику Шнайдер. Видимо, изготовленные или в Японии, или в Китае. Оптика посредственная. То есть, если они делали хорошие форматные объективы, это не значит, что они сделают хорошие полуформатные. К тому же, явно сделано не немецкими руками. Все признаки того, что это заказное изделие, то есть контрактное, налицо. Ну и, соответственно, с этим мы переходим к тушке тела. Тушка явно мамийская. То есть, фирма Мамия, когда загибалась, та самая знаменитая пленочная, пленочная камера, которыми снимал полмира, они, значит, в момент тяжелого промышленного положения своего, как я понимаю, продались. Фазуан и стали делать на основе старой механики вот эти тушки. Потому что зеркало бьет так, как у самой известной Мамии. Лупит беспощадно. По этой причине прямо на задней панельке вынесен специальный лайбачок, по которому при съемке со штатива можно отключать зеркало. Собственно говоря, я так и делал. Иначе возникают трудности даже с серьезными штативами. С рук у меня получалось, при всем моем опыте, а опыт у меня кое-какой есть, я в 80-е годы много снимал объективами 500 мм, зеркальными, как известно, с стабильной диафрагмой, с рук в Африке, в Южной Америке. Никаких проблем не было. То есть, я запарывал, конечно, один кадр из пяти и семи, но это 500 мм и зеркальные камеры Олимпус. Трешка или четверка. Здесь удержать в руках крайне сложно. Два кадра из трех, даже при большом опыте, получаются далеко не всегда, а то и пополам. То есть, таким образом у нас оптика, да, хорошие расчеты Шнайдера, изготовление, скажем так, посредственно. Тушка и зеркало, которое бьет так, как будто колются грецкие орехи, малоприемлемо для такого типа матриц, особенно с таким разрешением. Очень грубо, очень большая шевеленка, и так-то с рук 1,6 секунды. Это сердце бьет, сосуды уже проблемы. А здесь не получается даже на выдержке 1,05 секунды. Что-то не очень. Теперь смотрим на матрицу. Матрицы явно старые. То есть, это матрицы эпохи Никона 800-го. Быстрее всего, по моим представлениям, это соневская матрица, старая, с неудачной, скажем так, разработкой съемки сигнала, которая дает ту мыльную картинку, которую вы видели при съемке мира. Таким образом, могу сказать, что быстрее всего это чисто для таких восточных, юго-восточных панторей, которые, так знаете, ходят с тремя слугами на фотосъемку. Ну и добиваются некоторых таких достаточно бессмысленных, но неплохих картинок, особенно после длительной и тщательной компьютерной обработки. Эта камера проигрывает по всем параметрам Хасельбладу X2D 100-мегапиксельному и еле-еле достигает, но по неудобству, а по качеству Хасельблада предыдущей версии 50-мегапиксельного. То есть очень слабая камера и по матрице, и по оптике, и по результатам. И лейка в ряде случаев, хотя и может проиграть, немножко по цвету, но тем не менее, на самом деле в практическом применении она лучше и в отношении цвета, и не так далека по разрешению. Поэтому, уважаемые слушатели, кто затеял потратить 100-120 тысяч долларов на такое удовольствие, лучше купить себе автомобиль. Получите больше удовольствия и интереснее результаты. Мне она досталась на тестирование от очень благородного человека, который доверяет моим рукам, и то, что я эту камеру не расколочу где-нибудь об забор, и за что ему приношу глубокую благодарность, назвать не могу, поскольку договоренности не было. Кланяюсь в ножки, спасибо, у меня тоже были многочисленные иллюзии относительно этого шедевра оптики и механики. Но он оказался не шедевром. То есть Хасельблад является на сегодняшний день самым главным агрегатором научных, технических и оптических достижений и явно выигрывает у этой огромной, неудобной и не очень качественной камеры. На этом, уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok